всем привет в сегодняшнем видео речь пойдет про обустрение накладок кому и для чего это нужно в первую очередь это нужно для того чтобы изменить игровые свойства накладки в данном случае я буду выстрелить накладку 61 секунда кенгуру то есть это полу липкая накладка или гибрид в моем случае и обрабатываю ее и и мицелляркой после тренировок и липкость у нее сохранилась даже через год но у нее достаточно плотная губка которая не особо быстро и даже на очень быстром основании я играю и слева скорость она выдает не очень большую именно в игре вращениями соответственно для этого я ее хочу бустернуть бустер действует непредсказуемо опыта у меня не опыт именно быстрее не у меня небольшой по большому счету 2 а сейчас буду быстрее но прочитал много информации и это не всегда помогает и не всегда улучшает игровые свойства поэтому часто вот такие накладки быстрее от дхс hurricane 3 национальная да на синие губки потому что накладки изначально с очень жесткой губкой вот я пальцами даже продавить ее не могу со всей силы сейчас жму и чтобы чуть-чуть ее разогнать и сделать мягче и раз заливает бустерами но бустер как правило стоит не маленьких денег не всегда и не везде его можно достать а игровые свойства накладки хочется изменить как поступать в такой ситуации нам поможет вазелиновое масло причем которое можно купить как в аптеке так и вот видите в данном случае церкви дальше что нам понадобится еще поскольку мы будем работать с маслом чтобы ничего не испачкать советую сразу даже оторвать потому что кисточку потом буду взять бумагу чтобы масло потом можно было от него избавиться ракетка нам не пригодится и убираем бустерить мы будем в три слоя то есть наносим небольшое количество масла на накладку так это большое количество масла и переборщил и дальше равномерно его размазываем по всей поверхности накладки если у вас на накладке большой слой клея я клей одну переклейку назад снимал то есть здесь по факту один слой поэтому я не буду клей снимать если у вас клей то рекомендую его сначала снять с накладки иначе сначала будет разбухать и слезать клея только потом пропитываться накладка то есть вот нанесли первый слой не знаю видно не видно поскольку я немножко переборщил страшно в этом ничего нету что еще хотел сказать я бы старую дешевую накладку то есть эта накладка 2 года назад когда ее покупали стоило чуть больше 400 рублей поэтому и я просто пора к чему веду быстрее не дает не всегда положительный результат иногда тем более до подручными средствами то есть если заводской бустером еще как-то рассчитан то таким методом можно накладку испортить либо сделать его ее игровые свойства хуже чем они были изначально поэтому если собираетесь быстрее серьезные накладки 10 раз подумайте и еще столько же прочитайте как это делается там способов подручных миллион и соответственно надо понять суть и понять вообще нужно вам это или нет то есть по факту масло но делает губку более мягкой соответствую губка становится более пружинистый повышается время задержки мяча при контакте вроде как и скорость должна вырасти контроль должен вырасти и опять же из-за того что мяч глубже садится на накладку вроде как вращение должно подрасти но опять же да со всеми с разными накладками это будет скорее всего работать по разному но учитывая что и методы все используют разные так что все оставляя накладку так на 12 часов соответственно утром уже данную процедуру повторяем и так мы будем делать три раза уже выключил камеру но хотел добавить вот важную вещь то есть если вы переборщили масло да чуть больше налили лучше его излишки вот бумаги так как раз оторвал бумагу промокнул чуть-чуть размазал то есть излишки убрал чтобы поверхность вот была слегка глянцевая потому что если переборщить масло и губка пропитается до самой накладки то пупырки начнут отходить как пример опять же того как накладку переборщили с бустером вот можете увидеть на вот это как раз националки то есть могут выскочить пупырки и получится вот такой пузырь по поводу клеевого слоя я все же был неправ клей хотя здесь был всего один слой все равно пришлось снимать то есть я его скатал вот такими вот движениями он набухает вот масло и вот такими движениями обычной губкой его скатываю и бумажкой собираю все соответственно после того как я сейчас соберу клей я повторю я повторю я повторю заливку слоем масла тоненьким слоем и оставлю еще на 12 часов прошло 12 часов губка как видим масло впитала хотя вот кстати на ощупь чувствуется что она маслянистая то есть не до конца но визуально бликов никаких нету хорошо наносим следующий слой масло масло я вот раз нанес не меньше то есть смотрю потому что губка впитала вы смотрите опять же по тому как впитывает ваша губка и от этого уже отталкиваетесь соответственно все опять равномерно по всей губке растираю я кисточкой это делаю кто-то делает губками проводными вот так вот сейчас буквально через 15-20-30 минут губка чуть-чуть впитает масло соответственно я еще раз разотру чтобы все было равномерно и не было вот это вот на видео видно что чуть-чуть по центру стоит пятно все и так же оставляю на 12 часов соответственно через 12 часов нанесем еще один слой и заодно посмотрим впитает ли этот слой губка в итоге подождал я недельку но эксперимент с бустерением все же дал осечку накладка приобрела все свойства которые я от нее ждал то есть стало очень очень эластичный появилось поверхностное натяжение но видимо попало масло где-то на топшит с внутренней стороны и как видите у накладки появились такие неровности соответственно как основную накладку я ее уже использовать не буду но все же проверю работает ли эксперимент вот это с с зеленым маслом то есть насколько уместно постарить накладки именно им и данную накладку уже поставлю на уличную ракетку так как надеюсь вы знаете что при воздействии ультрафиолета накладки очень очень быстро сохнут и практически там считанные часы портятся так что для игры на улице у нас летом собирается народ играть в парке я соберу как раз ракетку из вот старых накладок так что эксперимент доведем до конца посмотрим все же какие свойства данная накладка приобрела несмотря на то что потеряла эстетический вид и видимо нормально уже скорее всего не приклеится как я наносил третий слой я записывать не стал так как технология не сильно отличалась от предыдущих слоев что еще хочу в заключении этого эксперимента отметить время на просыхание полностью накладки ушло не столько сколько планировалось то есть полностью она просохла перед тем как я ее поклеил где-то прошла неделя возможно это связано с тем что я переборщил со слоями масла и губка уже просто физически не могла столько питать об этом же свидетельствует и то что появилось появилось два вот таких вздутия это значит что масло либо через губку либо сбоку обреза накладки просочилась под топшит и соответственно и его раздуло из-за этого соответственно появилось вот такое вот вздутие в целом если не брать вот эти ошибки то есть то что по факту я испортил накладку попал маслом под топшит я считаю успешным потому что те игровые свойства которые я планировал получить от этой накладки с помощью вот такого обустрения вазелиновым маслом я получил это действительно дешевый доступный способ первый раз я пробовал накладку обустрить оливковым маслом эксперимент тоже могу считать успешным причем с оливковым маслом тензорный эффект на накладке ощущался сильнее но это оливковое масло оно не высыхало вообще на губке то есть накладка у меня пролежала порядка двух месяцев перед тем как я нанес слой клея и ее приклеил теперь по действию данного масла то есть те свойства которые мы хотели получить это поверхностное натяжение топшиты это быстрая пружинистая губка и одно и второе масло дает что касается долговечности эффекта как я уже сказал в бустерил две накладки так и одна и вторая накладка по прошествии полугода сохраняют не полностью но сохраняют тензорный эффект действие масла сохраняется так как я слышал что покупные бустеры достаточно быстро выветриваются теряют свои свойства сам я бустером не пользовался но могу предположить что там более легкие более активные вещества которые сильнее и быстрее размягчают губку ну соответственно и быстрее высыхают и соответственно соответствующий эффект пропадает как итог буду ли я пользоваться бустером в дальнейшем и вообще нужен ли бустер на мой взгляд нет сейчас есть очень большой выбор различных накладок по абсолютно любым игровым свойствам и по ценникам то есть есть накладки дешевые есть накладки дорогие есть быстрые медленные липкие полулипкие то есть сейчас на рынке уже представлено все что только можно представить поэтому не вижу никакого смысла самому брать и пытаться добиться каких-то особенных игровых свойств от конкретной накладки не ну в качестве эксперимента это конечно пожалуйста на самом деле мне тоже было очень очень было интересно повозиться с накладкой посмотреть что будет происходить потом поиграть и посмотреть что изменилось как я уже и сказал эффект есть но если вы играете в таком формате постоянно то я на самом деле даже не представляю как надо выдерживать технологию чтобы одну и ту же накладку новую когда вы покупаете вы ровно забустерили и добились ровно таких же игровых свойств как в прошлый раз ни больше ни меньше на самом деле в теории это возможно но не вижу смысла в таких вот манипуляциях и заморочках и даже тот же Hurrican 3 национальный в жесткости 40 которым я играл очень жесткая накладка при правильной технике прекрасно летит и сумасшедше вращается при высоком контроле лучше ли она играет с бустером она играет с бустером мягче приятнее но но это отдельная история так что спасибо тем кто досмотрел это длиннющие где-то возможно нудное видео до конца изначально я его начинал записывать зимой когда я проводил этот эксперимент но доделал только летом поэтому частями оно нудное спасибо что досмотрели если вам понравилось если вам понравилось ставьте лайк напишите пожалуйста в комментариях что думаете по поводу этого метода пробовали ли вы вообще бустерить накладки пробовали ли бустерить их под ручными методами ну и предлагайте свои темы к новым роликам пока калкогольцы просто ватс ватс и и и а а а а а а а Продолжение следует...